Да-да-да. Максим Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, а кто это? А это компания Дунь Денец по поводу займа вашего неоплаченного 61 деньгра в срочке. Ой, а как? Да, представьте себе. Когда долг погасите. А я вам что, ничего не оплатил разве? Нет, вы ничего не оплатили. А сколько взял я у вас денег? Напомните, пожалуйста. А вы не знаете, сколько вы взяли? У меня столько дел в последнее время перед Новым годом, перед праздниками. Очень много. Я, если честно, запамятовал. Вот подойдете и узнаете, сколько вы взяли. О, а что тогда звоните, про что узнаете? Может, вы не из этой конторы, уважаемая, звоните откуда, не понять откуда. Может, вас подговорил кто-нибудь. Давайте определяться. А вот такая публичная личность, чтобы меня кто-то там мог подговорить? Причем, если публичная, не публичная. Ну, если вам угодно, то у меня обостренное чувство собственного достоинства. То есть я намерен... Ну, мы вам все равно будем звонить. А что такого-то? Знаете, как будто мы вам все равно на голову кипяток будем лить. Ну, звоните. Что вам делать нехер там? Ну, звоните. Будем общаться с вами. Мы все равно, в любом случае, деньги получим обратно. А каким образом? Вот так вот прям угрозой попасть? Либо вы добровольно оплачиваете свой долг, либо через суд. А, ну, через суд. Ну, так вот я, знаете, если бы вы вот развивали мысль, да, и доказали вы мне бы, что вы действительно с этой вот конторы, да, как там Дом денег, да, или как она там у вас называется, то я бы с вами начал беседовать. Помните, я еще раз говорю, где вы брали? Да я много где беру деньги, понимаете. Дают, беру, я же не идиота денег отказываться. Мне прям звонят, говорят, придите, возьмите денег. Я прихожу, беру, мне какие-то бумажки дают подписывать, я их читаю. Там ничего похожего на законный какой-то регламент нет, ну да, что я бы подписать, все равно этот фантик в суде элементарно, судья расценит как договор. Мы посмотрим, раз вы считаете, что это фантик, вы этот договор подписали. Да, я так считаю. Да, это не договор. Это не договор. Это договор, который вы подписали. Вы были согласны с условием. Признаки договора и в суде вот эта вот бумажка, если вы ее называете договором и предъявите, в чем я очень сильно сомневаюсь. Вам и так прибыли хватает, у вас юристов нормально. Давайте после суда я вам позвоню вместе. Да, конечно, давайте. Хорошо? Только пообещайте, ладно? Конечно, конечно. А когда в суд будет? Когда в суд подадите? Это уже не я решаю, юридически я делаю. А что же вы тогда мне будете звонить? Да нет у вас никаких юристов. Максимум в аутсортинге какого-нибудь нанимаете, который стомпован? Нет, у нас юридический отдел есть. Ничего себе. Кто занимается данными вопросами. Который, знаете, чем занимается? Составляет договоры, в которых сложно разобраться. Но не мне. Потому что я сам делаю. Да что вы говорите? У меня практика такая. Помогать людям. И сейчас вы совершенно не Максиму, как вы сказали, дозвонились, а его защитнику, юристу. И вы ведете изначально неверный делок. И без разницы? И что? Как это без разницы? И что? Как это без разницы? Ну вот и все, что вы его защитники. Что вы мне хотите сказать? Да я ничего вам не хочу сказать. Что он платить не будет? Понимаете? Вот поэтому, вот по этой бумажке, он у вас ничего не брал. Да что вы говорите? А как вы докажете? Он пришел к нам, оформил тайм. Это ваши слова. В смысле, как мы докажем? А как вы докажете? Там стоит его подпись. Где? Под чем? Под чем? Под чем? То, что вы хотите... В договоре. В договоре. Это не договор. Естественно. И свято верит в то, что вы поможете. А на самом деле вы не помогаете. Правильно. А что же мы делаем по вашему? У нас практика, как практика показывает, мы выигрываем суды. А что толку? Ну выиграли вы суд. Выиграли вы суд, а мы у какого-нибудь заемщика, который не защищается. В нашем случае, если вам что-то и светит, да, это только четкая конкретная сумма долга, без копейки, без копеечки вообще переплаты. Это максимум. Нет, но если вы не знаете, по закону в четырехкратном размере проценты можно... Не более 100% от суммы долга, душа моя. В четырехкратном размере... Кто вам такую чушь наговорил? Не слушайте свой юридический отдел, там дилетанты работают беспринципные. Ну вот давайте после суда я вам позвоню, вместе посмеемся. Мы с вами уже решили, что вы должны пообещать мне. Только звоните сразу напрямую ко мне, чтобы попасть, потому что сейчас переадресация сработала, и вам будет сложно. А вот прям позвоните в компанию Олиам и спросите руководителя, так скажите, мы с ним договаривались. Только когда суд пройдет. Хорошо. Скажите мне, чтобы я был... Конечно, естественно. А когда нет? Скажите, когда вы в суд собираетесь подавать на человека? Я вам еще раз объясняю, это не я решаю. Так вы ничего не решаете. Максимум, что вы можете сейчас решить, это вот свои мысли выпустить в атмосферу. Мысли через рот выпустить в атмосферу. Вы ничего не решаете, потому что вам не дано такой компетенции, девушка милая моя. У меня дело проинформировать Максима Николаевича о его задолженности. Я информирую, вы отвечаете, я звоню ему, а не вам. После суда давайте предположим, давайте хорошо, давайте вы вот сейчас говорите верные вещи. То есть вы выигрываете ваши вот эти вот юристы липовые, выигрывают у нас суд, причем в той сумме, которую вы захотели, что просто нереально. То есть вот этими процентами судья не одобрит. Я вообще просто сразу так в контексте скажу, он еще и оштрафует вас за то, что вы навязываете людям кабальные условия. Ну ладно, выиграл. То есть попался вам какой-нибудь блатной судья, которому вы денег еще заплатили, он выиграл. Он вынес решение мимо нас. Никому ничего не платим. Хорошо, хорошо, не заплатили, уговорили. Уговорили. Вам в ваших рядах появился какой-нибудь вменяемый юрист. Итак, дальше что? Вот есть решение суда у вас на руках. Дальше что? Дальше что? Ну что дальше? Если вы не оплачиваете задолженность, мы получаем исполнительный лист. Вас правильно проинструктировали. Дальше что? У человека нет официального дохода. Нет предметов роскоши. Только предметы быта. У него на счетах нет денег. Дальше что? Будет постоянно исполнительное производство возбуждать, пока он не найдет официальную работу. Вы знаете, как работает судебный пристав? Это лицо немотивированное. Понимаете? Без разницы. Вот именно без разницы. Сейчас вам будет разница. Судебный пристав проводит мероприятия по выяснению платежеспособности. На основании правил, которые ему предписаны законом. А именно, судебный пристав должен смотреть в первую очередь не на сумму долга, а на возможности должника. И вставать на сторону более слабой, менее защищенной стороны. Это закон. Это инструкции. Законные. После того, как пристав проведет ряд мероприятий. Да послушайте, я вам очень полезную информацию рассказывал. Она вам не помешает в этой жизни. Вот. Когда судебный пристав проведет эти мероприятия, а это рутинные мероприятия, у него таких вот папок, он ненавидит их. Ему скорее поставить галочку какую-нибудь в какую-нибудь сторону. Он проведет эти мероприятия, не обнаружит никакого дохода. А если и обнаружит, то это дело второе, дальше мы поможем ему этот доход максимально снизить, да, ну косвенно, показав какие расходы у должника. А скорее всего он прекратит исполнительное производство так называемое троечка, да, по пункту 3. В связи с отсутствием либо недостаточностью официального источника дохода. И вернет вам исполнительный лист. Что? Не знали, что так происходит? Что? Знаете? Я знаете, что я вам скажу? Пока не знаю. Это уже будут заботы Максима Николаевича. Конечно. Так он и обратится к юристам. Вы ему помогаете, это ваше дело, ваше право. Разбирайтесь. Ну так, естественно. Я же вам, девушка, за всех сил пытаюсь объяснить, что вы работаете на работе неблагодарной. Так если бы вы только проинформировали, вы же начали биться за чужие деньги. При всем вы этот нормальный, вменяемый человек, сужу по голосу. Поверьте, я вот по своей работе разговариваю с такими отморозками, вот этими взыскателями. Ну вы же нормальная девчонка. Вы где работаете? Вы реально обманываете огромное количество людей. Обираете и обманываете. Это расставщичество. Мы навязали бы Максиму Николаевичу свои услуги. Он сам пришел в нашу компанию. Так понятно. Ему некуда больше. Вы пользуетесь безграмотностью юридической, некомпетентностью людей, навязанной им вот обстановкой вот в этом государстве. Я не говорю, что вы лично, ну на хрена вы работаете за чужие вот эти вот расставщические бабки. Извините за выражение. Вы гнете свою спину. Еще и подвергаетесь вот этому вот, блин, неблагодарному вот этому воздействию. Люди вас ненавидят. Вот лично вас, потому что вы звоните. Вот лично вас конкретно. Я забыл как ваше имя и отчество, но уж извините. Задумайтесь. Я вот, понимаете, другим я не говорю. Я редко с кем так разговариваю. Это не мое дело. Как вы говорите, ваше дело уведомить, а мое дело и дело моего колл-центра, а я руководитель этой организации, просто иной раз беру сам трубку. Это очень редко бывает. Вам очень сильно повезло, звезды сошлись. Я вам серьезно говорю, 14 лет юризмом занимаюсь. Я вам говорю, шансов нет у микрофинансовой организации, если человека защищают юристы. У них есть большая практика выигранных дел, но это когда человек как овца блеет, ничего не может сказать. Вы можете просто судебный приказ выпустить, человек в течение 10 дней его не отменит и все, и он должен. И он услышит слово судебный приказ, судебный пристав, извините за выражение, наложит в штаны и побежит, отдаст последнее. Вы получите копеечку, вот лично вы, и забудете про этого человека. Я даже не буду заниматься юристами. Так понятно, что не ваше это дело. Я же не говорю, я вас конкретно не обвиняю в том, что вы основное звено в ростовсической этой схеме. Но я лично просто к вам обращаюсь. Подумайте, поменяйте работу. Это такая глупость, чем вы занимаетесь. У вас потом дети будут, вам нужно будет им что-то рассказывать, чем вы в жизни занимались. Понимаете? А вы вот сейчас в данный конкретный момент занимаетесь тех, что вгоняете людей в долги. Мало кто, я поверьте, я знаю руководителей микрофинансовых организаций по роду сводительности. Мало кто, а на это расчет, не на 2% в день ваших, а на штрафы расчет. Что человек влипнет в такие долги, взяв там 10 тысяч. Как это нет? Как это нет? Если человек 2,2 отдаёт и потом… Он должен оплатить проценты за пользование декабря. А если он просрочил? Ежедневно… А если вот он не платит 5-6 дней, что там набегает? Вот у него должен… Не знаю… Подождите, 10 числа, предположим, он должен внести, а он не внёс, и через 5 дней сколько он должен? Взял он 10 тысяч. 10 числа он должен внести, предположим, 1 числа он взял 5 тысяч, да? Ой, 10 тысяч, давайте круглыми цифрами, что проще. По 2% в день, да? 10 числа он должен надать 20. Я правильно считаю? Да? Слышите? 100% через 10… Ой, простите, неправильно посчитал. Если он взял 10 тысяч… 10 тысяч, то через 10 дней он должен вернуть 12, верно? Ну, по 2% в день. Да, правильно. Да, да. Совершенно, я просто ошибся немножко. Ну, прощу тогда. А если он не принёс через 10 дней эти 12 тысяч… Продолжается начисляться процент за пользование индивидуально. Ну, у него есть в договоре конечное число, когда он должен полностью закрыть свой долг? Да, обязательно, когда он исполнит свои обязательства. Нет, ну, он же может их, ну, скажем так, вот я взял и не плачу. Ну, да, и говорю вам. Ребят, ну, набегает там 2% в день, я через 300 дней, наверное, наберу там плюс 600% ещё. Вот, вы же не оставите… Ну, смотрите, с чем дело. Это его личные проблемы. Нет, ну, проблемы-то проблемы, но… Дело в том, что вы же вот звоните, вы говорите, сколько дней вы не платите. Ну, если человек… Нет, понятно, что его личные проблемы. Ну, чего звонить тогда человеку и трепать его, отдай, отдай. Ну, как бы, информируем, что у него месяца просрочка, в случае неоплаты компания обратится в суд. Ну, так, а почему… Вы не задумывались, почему обращаются через какой-то такой значительный промежуток времени? Вообще, я очень сильно сомневаюсь, что компания обращается… Максимум, судебно-приказное производство у вас там… Судебный приказ… Нет, компания обращается. …обращается в суд, но взыскивают максимум только сумму долга. Ни один судья… Нет, процентов… Ну, нет, я допускаю, если вообще человек не рыпается. То есть, подали в суд, там, в заочном формате всё прошло, и человек вот просто перед фактом его ставят и всё. Такое я допускаю. Но вот пометьте вот этого гражданина, там… Сейчас, не помню по фамилии, у нас очень много клиентов, что не надо вам. Письма вы уже должны ваше головное руководство, если он наш клиент, должны уже получить письма. Почитайте, как составлены претензии. У нас ничего… Ну, значит, видимо, недавно у нас человек просто… Просто недавно, в течение там месяца двух… Ну, как недавно, уже два месяца… Ну, два месяца он не платит, ну, допущу, что он месяц назад к нам обратился. Пока там наши… Я смотрю, Максим Николаевич до этого нас пугал вами, якобы он обратился в компанию. Ну… Пугал когда? Сколько времени прошло? Когда он… Понимаете, если он вас пугал, то он только намеревался обратиться, потому что вот сейчас он уже точно клиент, так как произошла вот переадресация. Услуга переадресации дается только клиентам. Если на тот момент он сам трубку брал, значит, он еще просто думал обратиться к нам, изучал, проверял, наверное, там… Колебался, естественно… Ну, переадресация, вот я смотрю, 27 октября… 27 октября… Вот месяц назад, все верно, письма отправляются из Санкт-Петербурга. Вы где находитесь? Ну, в Благовещенске… Ой-ой-ой… Знаете, еще… Ну, наверное, вот на днях должно прийти… У вас есть доступ? Вот, мы на адрес головного офиса всегда отправляем. Вы есть в реестрах микрофинансовых организаций? Конечно. Вот, мы на головной офис головному руководству отправляем эти письма. Не знаю, если они сочтут и необходимо вас уведомить, то, может быть, вы посмотрите эти письма. Если у вас сеть по всей стране, то, скорее всего, вы не получите эти письма. Вот лично вы их не увидите, потому что это на адрес головного офиса отправляется. Где у вас там головной офис? Я на память не помню. Благовещенск. А, благовещенский. Ну, вполне возможно, если у вас оказия такая появится, вы, пожалуйста, посмотрите. Письма, как мы составляем, на основании чего клиент перестает платить. То есть, все по закону. Основная – это 29 статья Гражданского кодекса Российской Федерации в защите прав потребителей. Понимаете, там очень много пунктов в вашем договоре, которые вообще никаким образом, скажем так, не коннектятся с законом. А на основании 452… Ну, давайте мы с вами спорить не будем. А я нет, мне очень приятно. Это вообще эксклюзивная ситуация. Вот я знаю, что на Дальнем Востоке вменяемые люди живут. Я вот там 40 лет во Владивостоке прожил, служил в Белогорске в армии и в Благовещенске был миллион раз в прекрасном этом таком городе, забытым властью. Я знаю, что там люди выживают, живут и где-то надо работать. И вас я понимаю, что более или менее нормальная работа. Но не все в этой жизни деньги решают. Поверьте. И если вы захотите, вы найдете другую работу. А с этим клиентом у вас нифига не получится. Ну, не лично у вас. Не получится у вас ничего получить. Ну, вот я вам не говорю, давайте спорить не будем. Не будем, не-не-не. Я просто вот, знаете, от души, как говорится, просто желаю вам счастья, добра и процветания. Но только в нормальном русле. На этом позвольте прервать всем связи. Не будем тратить наше с вами время. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну вот, друзья, бывают и такие варианты диалогов. Действительно, девчонка, может быть, еще не сообразила, чем занимается, но, может быть, бог даст, а она после этого диалога очухается и поймет, что все на самом деле намного проще, а в ее случае намного сложнее, да, как ей преподнесли ее работодатели. Надеемся на это. Надеемся, конечно. Ролик хороший получился. А тех, кого заинтересовало данное конкретное предложение, которое в контексте вот этого диалога звучало, то вся подробная информация в описании видео есть. Анотации в конце видео выходят. Они кликабельные. Там вы сможете попасть на ссылочку на наш сайт, оставить заявку на юридическую защиту. Не забудьте обязательно посмотреть видео на сайте. Там рассказывается, как устроена наша работа, что, сколько стоит. Также есть ссылка на вебинар на наш бесплатный. Ну и, конечно же, ссылочка на открытую группу ВКонтакте. Пожалуйста, регистрируйтесь. Там всегда очень много интересного. Будете в курсе происходящего. Ролики все там дублируются наши. Одним словом, подключайтесь. Справляйте свою жизнь в лучшую сторону. Всего вам хорошего. На связи был Кузнецов Дмитрий. Компания Алян. Центр юридической защиты. Академия юридической грамотности. До свидания.